Как сказал глава ГАИ Республики, мы узнаем у Игоря Севрюгина. Он с нами на прямой связи. Игорь. Да, добрый вечер, коллеги. Ну, ДТП со смертельным исходом, как вы верно сказали, произошло еще в пятницу. Это было в 9 часов вечера. И первые сообщения об этом стали появляться постепенно в интернете, лишь только в воскресенье. Но сначала в Твиттере пользователи публиковали сообщение, что сын некого высокопоставленного чиновника в Татарстане на смерть сбил человека. Но спустя несколько часов появилась копия протокола, из которого стало понятно, сын какого чиновника стал виновником ДТП. Это Миниханов Рамиль Ревкатович, сын главы Татарстанской ГВДД, а также племянник президента Татарстана Рустама Миниханова. Ну, затем в социальной сети ВКонтакте на странице погибшего 16-летнего парня стали появляться сообщения с соболезнованием. И вот после сопоставления всех этих фактов информация появилась все-таки в некоторых СМИ. Затем заметки с некоторых порталов стали исчезать по непонятным причинам. В комментариях к сообщению руководителя правозащитной организации АВОРа Павла Лучикову, пользователь Твиттера под ником Диксир, написал, я сейчас процитиваю, на Mail.ru банят за размещение этой новости в комментариях. Ну, одним из первых эту информацию опубликовал портал Коробка, но официальные СМИ не публиковали новости до сегодняшнего дня. По информации наших источников, редакторам крупных СМИ рекомендовали, рекомендовал, точнее, Казанский Кремль не публиковать эту новость. Но вот сегодня, видимо, запрет был снят. О том, почему информацию так долго не раскрывали, мы поговорили с главой ГИБДД Татарстана, сын которого и стал виновником ДТП с смертельным исходом. Давайте послушаем. ГИБДД погибает, там, Санкт-Петербург, никто еще не говорит. А то, что он совершил это, по сожалению, соболезную семье, вдруг все... Мы должны были кричать везде, что вот это ДТП, официально все зарегистрировано, везде все прошло, все документы есть, все, процедуры все проведены. Что еще нужно кричать, Дмитриевич, я вроде, к сожалению, это коснулось моей семьи и моего сына, которым это не должно было быть, к сожалению. Но, к сожалению, это коснулось другой семьи, который потерялся. Своя сына, его уже не вернусь. Ну, и Катмин Еханов также добавил, что расследование будет вестись по закону, по информации наших источников, полученных из ГИБДД республики. О ДТП официально не было никакой информации почти три дня, потому что родственники хотели провести похороны без лишней шумихи. Ну, напомню, что похороны 16-летнего парня прошли накануне. Сейчас автомобиль виновника Рамиля Мениханова помещен на специализированную стоянку. Ну, вот интересная деталь есть в истории, точнее, с этим автомобилем. В сентябре 2013 года наши коллеги из Вечерней Казани писали о сфере, о срыве госзакупки рейндж-ровер татарстанской компании ООО «Первое строительное управление». Учредителем этой компании является ООО «Связь инвестов нефтехим», а ее директором как раз-таки Рамиль Мениханов. Авто тогда оценивали в 6,5 миллионов рублей. Сорвал госзакупку, как пишет Вечерняя Казань, Алексей Навальный. Но, как видимо, авто, видимо, все-таки было приобретено. Так непонятно, на бюджетные деньги или же все-таки на собственные. По факту аварии назначен сейчас ряд экспертиз. Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костромин, в настоящее время материалы находятся в следственном подразделении ООО «МВД» Альметьевского района Татарстана, где и было совершено ДТП. Назначены также автотехническое и судебно-медицинское исследования, по результатам которых будет уже решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Коллеги!